Здравствуйте, мы очень рады вас приветствовать в гостях. Для наших интернет-пользователей я все-таки вас представлю. Сегодня в гостях у комсомольской правды народный артист СССР, член землячества донбассовцев Москвы Иосиф Кобзон. Иосиф Довыдович, вот завтра вы будете выступать на концерте, посвященном 80-летию Донецкой области. Откройте секрет, что вы будете петь? Ну, я не знаю, какой регламент этого концерта, сколько мне разрешат петь. Потому что, наверное, предполагается большой концерт праздничный. И в этом большом концерте многие артисты будут выступать. В зависимости от того, сколько мне режиссер концерта позволит петь, я хотел бы спеть обязательно новую песню «Мама моя, Украина», «Отец мой, Донбасс», «Спят курганы» традиционные. Ну, а там что, как будет складываться концерт? Мне сейчас трудно предположить, потому что я только прилетел, и я не знаю, что от меня потребует режиссер. Может быть, скажет одну песню петь, может быть, две, может быть, скажет, спой, сколько хочешь, и просто я не готов к этому ответу. В вашем таком вот совершенно безумном графике вы всегда находите время для того, чтобы приехать в Донецк. Ну, наверняка это не просто так. Что для вас значат эти поездки? Как вы себя здесь еще считаете? Когда вас еще не было на свете, я помню Донецк, который так бы назывался Сталина. Вот помню его ребенком, фронтовое детство, помню, разрушенные здания, первая линия, тогда не было улиц. Разбитый черный город, не говоря уже о таких провинциальных городах Донбасса. Мой городок, в котором я родился, в Часовьяр, или, скажем, тот же Краматорск, где я пошел первый класс, славянцев, в котором я встретил День Победы, 9 мая. Все это вместе, знаете, вот это военное, голодное, холодное детство. Тем не менее, вот чувство любви и предности своей родине, тогда великой державе, Советскому Союзу, ныне Украине, оно всегда оставалось. И даже тогда, когда мы, скажем, земляки, то ли поперечные из Днепропетровска, Саша Морозова из Черкасса, я из Донбасса, вот оказались россиянами после разделения Советского Союза. Мы создали эту песню, «Украина нынька, матушка Россия», которую я впервые спел в Киеве. Но каждый раз, когда я возвращаюсь в Донбасс, для меня это воспоминания о моей маме, о моих братьях, о моих школьных друзьях. Я приезжаю в свою шестую Краматорскую, тогда мужскую школу. Вот. Все вспоминается. И Святогорск, который переименовывали Славянногорск, а потом опять Святогорск. и процветающий, расцветающий Донецк, красавец Донецк. Вот, видите, этот город рос, особенно в открытый период, витом не только на главной улице, во всех парках, во всех районах люди очень любят свой город и любят шахтерские города. Если раньше, так сказать, были пыльные терриконы в шахтерских городах, а сейчас эти города благоустроенные. Просто то, что донбассовцы любят свой город, интернациональный Донбасс. Здесь все находят свое место в Донбассе. В трудовом Донбассе, в славном Донбассе. Я горжусь тем, что я из Донбасса. И горжусь тем, что наше землячество донецкое, оно самое мощное в Москве и в России. И оно было первым. После него уже стали организовывать Киевляне, Луганское землячество, Киевское и так далее. А потом, по нашему примеру, пошли землячества Сибирские, Новосибирское, Красноярское землячество и так далее. Но все равно первое и самое большое – это на... И в нашем землячестве такие славные люди. И первая космическая семья Волковых. Отец и сын Саши и Сережи. И легендарная ночная ведьма, как мы ее назвали, Надежда Васильевна Попова, герой Советского Союза. Министры, руководители, видные люди, Замечательные люди. Рыжков Николай Иванович. Казалось бы, ну зачем нам в Москве собираться? Тратить время, энергию для того, чтобы обозначиться в землячестве донбассовцев. А вот неудержимо тянет, потому что это эти люди, которые входят в эту землячество донбассовцев. Это и есть частица нашей Родины. Я не понимаю этих слов. Большая Родина, Малая Родина, Историческая Родина и какая-то другая. Родина, вот моя Родина – это Чесовер. Там, где мой, так сказать, пупок зарыт. Это моя Родина. И поэтому неудержимо тянет на Родину. Когда я приезжаю в этот маленький городок Чесовер, то, что назвали улицу моим именем, я горжусь этим. И музей там есть мой, и доска на стене дома, где я родился, все. Знаете, мне так приятно, что земляки относятся ко мне с уважением. Несмотря на то, что я, будучи почетным гражданином семи городов донбасса, включая и столицу, Донецк, вот, я, как и сегодня, прилетаю к себе на Родину, прохожу паспортный контроль, все, так сказать, пограничные процедуры прохожу. Ну, я не обижаюсь. Это все равно, что нужно у себя в доме стучаться в спальню к жене. Можно я войду. То же самое, мне приехать в Донбасс, не проходить эти контроли, процедуры эти проходить, когда я придется к себе домой. Когда эти пограничники еще не родились, это был моим дом в Донбассе. Ну, я горжусь тем, что много очень славных людей вышло из Донецкой области, из большого Донбасса, который входил в Ворошиловградское, и ныне Луганская область, и Донецкая область. Я горжусь тем, что... Это все символически. Вы знаете, вот у меня, извините за нескромность, три ордена шахтерской славы, три знака. Третий, второй, первая степень. Три степени шахтерской доблести. Третья, вторая. Ну, разве соизмерим мой труд артиста с трудом тех людей, которые годами получают вот это высокое признание? Ну, земляки вот такие. Когда мне захотели ставить этот, как называют, памятник, хотя, по-моему, это не памятник, я еще жив, монумент. Тогда был президентом Кучма. Леонид Данилович. Я обратился к нему и говорю, Леонид Данилович, вот, поверьте мне, я против этого. Не из-за ложной скромности. Я просто, ну, не хочу, чтобы мне при жизни ставили эти памятники. На что он мне ответил, а при чем здесь твое желание? Хочешь ты или не хочешь? Такое решение приняли в твоей земляке, это их право. Ты можешь потом взрывать его, если захочешь, но ставить или не ставить, это не твое право, это их право. И тогда я на открытии сказал, ну, пусть он стоит. И пусть он будет местом, куда будут приходить влюбленные, назначать свидание. Да, встретимся у Кобзона. Значит, уже там все известно. Пусть стоит. Но это, понимаете, это частицы моей души. И те песни, которые я пою, вот вы спросили, какие я собираюсь петь песни завтра. Ну, замечательная песня, мама моя Украина, отец мой Донбасс. В ней очень много значения. И Украина мать, Украина ненька, матушка России, в этой песне поется. А у меня Украина, матушка, так сказать, и одновременно и Донбасс, мой отец, который меня родил. Так что для меня это не просто визиты, и не просто это встреча со старыми друзьями. Я очень благодарен. Кстати, и Леонид Данилович Куйчин, и Виктор Федорович Янукович, они относились с вниманием и уважением к нашему землячеству, донбассовцу. И мы, находясь в Москве, в России, пытаемся все сделать для того, чтобы заметили труд донбассовцев в России. Иной раз, когда это удается, мы очень рады. В Украинском центре мы проводим встречи, музыкальные встречи, проводим юбилейные торжества, много мероприятий проводят, землячество. У нас замечательный президент землячества Николай Стефанович Лунев. Замечательный человек, но возраст нас уже, так сказать, заставляет думать о здоровье. Мы его называем беспокойной варварой, потому что он никому не дает спокойно спать и жить. Он всех собирает, так сказать, под крылой, и надо работать, надо ехать, надо делать, надо это. Так что, я очень рад, что в очередной раз, несмотря на то, что, скажем, завтра очень важное пленарное заседание, я являюсь депутатом Государственной Думы, я тем не менее председателю Нарышкину Сергею Евгеньевичу сообщил о том, что я не могу не приехать на юбилей своей Родины. Вот хоть выгоняйте меня из депутатов, но я не могу не приехать в Донецк, где в этот юбилейный день на торжественное собрание, что я и сделаю. Иосиф Давидович, в одном из своих интервью Вы сказали, что чувство патриотизма генетически живет в каждом поколении. Обязательно. Вы до сих пор так думаете? До сих пор не только думаю, я убежден в этом. Вы знаете, снизилось духовное сознание граждан, не только, скажем, в России и не только в Украине. Этот процесс я очень много езжу по постсоветским территориям, по странам суверенному и обращаю внимание на отсутствие патриотизма. Мы были нищие, голодные, холодные. У нас не было олигархов, у нас не было богатых очень людей. Самым большим богатством была отдельная квартира. Сейчас у нас не было дворцов частных, ничего не было этого. Но мы жутко любили и свою страну, и свой народ. Страну победительность. И когда упрекали на западе нас о том, что наши женщины немодно одеваются, ходят в ватниках, ходят в сапогах, женщины спасли страну, спасли коричневые чумы, они наравне с мужчинами воевали, и они наравне с мужчинами отстаивали победу, создавая в тылу все для нашей армии, для наших бойцов. И мы любили свою страну. Мы выходили, как бы скажем, сейчас выходит, я не буду говорить сегодня, я в конце концов даже не имею права, как депутат, комментировать ситуацию политическую происходящую в Украине. Я могу сказать о стране своего проживания, в которой я нахожусь, о России. Да, выходили более массовым порядком, чем сегодня выходит на Болотную площадь или на проспекту Сахарова. выходили миллионные массы в Москве, Киеве, других, так сказать, крупных городах на демонстрации 1 мая, на праздник Победы, на праздник 7 ноября. Сейчас у нас есть эти даты все. Слава Богу, уже, так сказать, вернулись к тому, что учредили, скажем, вместо 7 ноября день Согласия, 4 ноября, но к этому празднику он не привык, народ. 1 мая, кому мешал праздник солидарности трудящихся, но у нас этого праздника нет. Ленинские субботники, которые были, их отменили. Пионерская организация, в апреле, которую мы отметили 90-летие, ее не существует. А кому мешает слово пионер первый? А единая организация, которая бы объединяла детей? Мы же должны любить свое отечество. Но кто-то нам должен, кто виноват? Дети, у которых нет организации, нет взрослых, которые не создали такой возможности. Был комсомол. Молодежь все-таки была, будем так говорить, востребована и под присмотром. И в зимнее время, когда молодежь училась и работала, и в летнее время в студенческих лагерях, когда они строили, общались, дружили, и когда они ездили, я провожал первые отряды на БАМ, в Братске ездил и так далее. Были стройки массовые это были энтузиасты, которые любили свое отечество и свою страну. Сегодня этого нет. Если вы сегодня бросите клещ все на стройку такой, вы не соберете сегодня. Мы уходили в армию служить, считали это большим праздником в семье. Я вспоминаю, когда я в Днепропетровске закончил горный техникум и был призван вредой Советской Альмии, я вспоминаю, как три дня гуляла вся моя улица Димитрова, провожая меня в армию. И мы считали это радостью, а сейчас это несчастье, когда получают повестку по призыву в армию. Это беда, пытаются калечить себя. От чего это происходит? От духовной нищеты. Не потому, что народ стал жить хуже. Еще раз повторяю, мы жили намного хуже. Мы не доедали, мы носили обноски от старших младших и так далее, и так далее. Мы плохо питались, но тем не менее, мы любили свою страну. А сегодня нельзя сказать, что у нас голодают люди, одетых замечательно, ни в ватниках, ни в сапогах резиновых. Все и одеты хорошо, и сыты, но вот им чего-то не хватает. Им и не хватает любви к Родине, к Отечеству своему. Им не хватает. Откуда все это происходит? Откуда это соберется? Трудно ответить. Виноваты кто? Когда говорят молодежь, неправда. Виноваты те люди, которые не смогли передать эту любовь, это уважение к стране, к народу, молодому поколению. Поэтому молодое поколение стало без духовным. Но я верю. Вы говорите, по-прежнему ли я так сказать, уверен в этом? По-прежнему верен. все должно вернуться на круги своя. Потому что все предпосылки к этому есть. Страна у нас большая, страна у нас красивая, народ у нас станет ли генетически, повторяю, патриотизм живет в каждом из нас. Пример к тому пожалуйста. Возьмите скажем, первый пример был, когда разговор о комсомольской правде, кстати, в свое время, это было в 60-х годах, в 50-х годах, очень много было дискуссий по поводу молодежи. Не та молодежь растет в стране, не тех сыновей вырастили и так далее. Но случается беда на острове Даманск. И кто упрекали молодежь, сколько бы и не упрекали. Стиляги, хулиганин и так далее. Но героями Советского Союза стали именно те молодежи, которые нарушали дисциплину. Расскажите об этом эпизоде подробнее пожалуйста про Даманский. в свое время, когда все эти события в 70-х годах ... 50-го марта события. Вот 3-го марта героями которого стали Бабанский, Губенич, Губенин, вот, которыми командовал полковник Демократ Леонов. Вот. Это было первое событие. Второе событие, на котором, к сожалению, погиб Демократ Леонов был 10-го. И мы... Вот я приехал с Яном Френкелем и с Михаилом... Нет, с Игорем Шефераном и с Георгием Масовым, герой Святого Союза, летчик-испытатель. Мы приехали. Страшно даже вспомнить эту картину, когда на заставе... Я объездил в несколько застав, когда выступаешь на заставе, а на заставе Нижний Михаил, там, где я выступал, стоят гробы. Потому что не разрешали хоронить погибших, пока не съедутся все родные. Было решение такое, к сожалению, было решение, политическое решение ЦК, КПСС, не отдавать убитых солдат, родителей, для захоронения, а захоронить их всех на той земле, на которой они погибли, на острове Гоманск. Вот в ожидании этой трагедии, этой памятной травмной процессии, вот я пел, и тогда Френкель, Шеферран написали песню «Спите, мальчики, спите, спокойный солдат». Вот это было доказательство того, о чем мы с вами говорим, то, что генетический патриотизм жил в сердце каждого человека, он передается из поколения в поколение. Наши страны теперь, или страна та большая, которую мы потеряли, они, ну, передавали это от поколения в поколение и свою любовь к родине. Откуда у нас появились межнациональные конфликты, которых никогда в принципе не было. Во время войны когда шли в атаку узбек, татарин, еврей, украинец, русский, никто не спрашивал, ты кто, ты откуда. Шли воевать за страну, за свой народ, против фашистов, против врага. Это была одна страна, один народ. Этот дух остался в сердцах тех людей, которые потом передавали. Отцы передали детям, дети своим детям. Уже это, кстати, сменилось несколько поколений, с тех пор. И, казалось бы, как вам доказать, что я прав? Обратите внимание, недавно он закончился в Украине, спасибо Украине и Польше, которая провела Евро, чемпионат по футболу. Как ужаснулась у нас страна России от плохого выступления нашей футбольной сборной. В то же время, как же, так сказать, с каким восторгом мы аплодировали нашим хоккеистам, которые стали чемпионами мира. И когда эти безумные крики «Россия! Россия!» Это, разве, не признак вот этого живущего внутри духа патриотизма. Да, я живу в России, я люблю Россию, я болею за Россию, но я недоволен Россией, недоволен тем, что происходит. Мне не нравится этот президент, этот президент, мне не нравится этот, политические лидеры и так далее. Мне не нравится вот в этот иждивенчество это и все ждут. На выборы не ходят, власть не избирает, на власть пытаются влиять только через площадь или через какой-то митинг, а не тем, чтобы прийти на выборы и избрать свою власть и участвовать в строительстве государственного. Все ждут, пока мэр что-нибудь сделает, губернатор, премьер, президент. Вот это иждивенчество проросло, к сожалению, такими метастазами гадкими в организме нашей сегодняшней молодежи, нашего поколения молодого. Но, еще раз уверяю, была такая песня «Нас не тронем, мы не тронем». Вот нас не тронем, мы не тронем. Попробуйте троньте русских, украинцев, белорусов, славян. Сегодня они вроде как пытаются делиться. Мы отдельно, мы отдельно, мы отдельно. Сейчас идет борьба за язык. Нужен ли русский язык, не нужен ли русский язык. Ну, троньте вы сегодня, вот скажем, не здесь, не на этой территории, а на любой другой. Троньте украинцев, как тот же станет за ним русский. Троньте белорусов, как тот же станет за ним украинец. И так далее, и так далее. Вот это, в этом и есть генетика. Поэтому, как, хоть вы, так сказать, с интригой произносите, до сих пор я верю в то, что я говорю, я всегда отвечаю за то, что я говорю. Я могу ошибаться, это другой вопрос. Но я верю и отвечаю за все эти слова, которые я произношу. И за мысли. Я именно в том контексте говорила, что может быть просто с течением времени меняется ситуация и меняется ваше отношение. Конечно, у меня ничего не меняется. У меня семь внуков растут, которые знают, что такое Великая Отечественная война. Для них это сказка. Для них это, так сказать, просто какие-то ужасные рассказы. Но они это знают. Они, я им пытаюсь рассказывать. Мы уже перестали преподавать в школах подвигах Великой Отечественной войны. Мы не рассказываем, кто такая была Зоя Космодемянская, кто такой был Александр Матросов, кто был Алексей Моресев, воспитанный поиск о настоящем человеке. Мы не кланяемся дважды героям Советского Союза. Раньше, когда мы видели космонавтам, а я дружил и продолжаю дружить с оставшимся, к сожалению, их четверо осталось, космонавтов первого отряда. Но я так страдаю, когда им не кланяются, когда они идут с иконостасом, героические звезды, Алексей Архимович Леонов первопроходят вселенной. Да ну не мое. И кто не обращает на них ни меня, никакого. Люди, встаньте, поклонитесь, это вот как вы ходите в церковь, кланяться святым мощам, святым людям, так кланяйтесь своим соотечественникам, согражданам, которые ради вас шли в космос, ради вас шли в бой, ради вас вообще спасали людей. Ну это уникальные люди. А вот видите, Афганистан, кто-то считает, что это преступники, вот их послал Советский Союз, но ведь все дело в том, что я был первым артистом, который приехал в Афганистан, у меня было 9 командировок в Афганистан, казалось бы, где взять патриотизм для того, чтобы находиться в мирное время, когда с твоей девчонкой гуляет твой товарищ, а ты должен в пыли, в грязи, в горах воевать с дашманами. но они совершали чудеса храбрости и героизма, об этом говорят ветераны, которые там бывали. А почему? Потому что была идеология, были политработники, я не как с коммунистической морали говорю, а просто с гражданами, то, что я видел своими глазами. Южная граница той великой державы, которая называлась Советский Союз, Таджикистан, Узбекистан, и если бы наши Альфа и наши войска не вошли бы туда 27 декабря, то 29 там уже были бы американцы. А что такое присутствие американцев на всей территории границ? Это военные базы, это постоянно территория, которая будет находиться под угрозой. И вот от этого защищали. Сегодня нам вроде бы этой угрозы нет, потому что вошли туда американцы, но теперь не знают американцы, как от того уйти. Потому что свободная страна, ее невозможно победить. Можно только уничтожить, что и делается. Сначала 9 лет советские войска воевали на этой земле, а теперь уже 10 лет американцы пытаются, никто, еще до советской войны в Афганистане англичане пытались, и тоже ничего не получилось. невозможно покорить народ, который не сломился в рот, не сдался никакой силе, потому что они любят свою страну. Не важно, не мусульмане они, или другого вероисповедания, они любят свою страну. И вот наши ребята показывали чудеса храбрости, героина. И были идеологи. Сейчас из армии убрали идеологию, ее нет. Нет политработников. А чем плохо был политработник, который, когда солдат находился в депрессии, и сейчас находится в депрессии, он с ним беседовал, он спрашивал, что у него дома происходит, он помогал, переписывался с семьей, что плохое, если он упрекал солдата за то, что тот не пишет письма маме, и так далее. Никому не мешали политработники, но их убрали. А кто же будет учить патриотизм, если не те люди, которые понимают смысл и дух самого этого слова патриотизма? Нам на сайт пришли вопросы от наших читателей, мы уже затронули тему Афганистана и тему горячих точек, и такой вопрос Валентина вам задает. Многие знают, что вы никогда не боялись ездить в горячие точки, рискуя сами, дабы немного принести радости людям, находящимся в сложных условиях. А как часто к вам обращаются за помощью люди с улицы? Наверняка, ведь чья-то просьба тронула вас особо. Вы знаете, с одной стороны к счастью, а с другой стороны к сожалению. Я получаю самую большую почту в каждом мире. Каждое письмо крайне мало я получаю писем, в которых высказываются какие-то добрые пожелания, слова признания и так далее. В основном это просьба. Просьба оказания материальной помощи, просьба помочь лечению, медицинской помощи, ну, масса всяких других моментов, как больных моментов. Кому удается, я пытаюсь помочь. У меня два детских дома, в Туле и Ясной Поляне. Я общаюсь с этими детьми постоянно, сейчас они в очередной раз уезжают в Анагу на летний отдых. Мне не хватает на все и мне не хватает возможности помочь всем тем, которые обращаются ко мне с просьбами. Но я им благодарен за то, что они все-таки к плохим людям не обращаются. Они может быть последние надежды, они так и пишут письма. Мое обращение к вам это моя последняя надежда. Начинаешь думать, как помочь этому человеку? Как помочь? Что подвинуло? Я не самый храбрый. Я не могу сказать, я бесстрашный, я храбрый. Но скажем, если мы ездили на трагедию в Чернобыль, не зная, чем это чревато для нас, для всех тех, которые там находились и занимались реквидацией, то скажем, в Норд-Ост мы уже шли, мы знали, что происходит. Но я знал, что я должен, у меня растут внуки, я считал, что я обязан, я должен помочь этим людям. И не я один. Это меня просто в войнах есть с тем, что моё первое звание было заслуженный артист Чеченово-Ингурской ССР, потом народный артист Северокавказских республик. Не потому, что меня знают и относятся к обеспечению уважения, а просто потому, что я считал себя обязанным и тысячи людей, которые собирались на Дубровке вокруг этого театра, они хотели заменить заложник. Попросите, пожалуйста, я был первым, кто вошёл туда, в Нордос, и потом нам был Бакар, к сожалению, никого не осталось. Почему? К сожалению, потому, что мы так и не узнали природу этого конфликта, кроме тех требований, которые были выдвинуты, тысячи людей говорили, я готов пойти, только пускай пустят женщин и детей. Ну, вот, возвращаясь к теме патриотизма, генетического патриотизма, случилась беда, Духа. И тысячи людей пришли, и вся страна была в ожидании, чем, как освободят этих людей или нет, чем закончится эта трагедия. Вот Дух Патриотизма, он есть, он жив, но как его разбудить, и как вообще заставить молодых людей, вот, у меня была встреча в прошлом году, была встреча с молодёжью, и на этой встрече, когда мы говорили о любви к Родине, один молодой человек, я говорю, мы должны, мы обязаны любить свою Родину, он мне сказал, пускай сначала она меня, нас полюбит, пусть она сначала нас полюбит. Такая была немая пауза, и тут же я ему сказал, молодой человек, а вы можете так же вслух ответить залу и мне, а за что? вот за что она вас должна любить Родину? Что вы сделали, кроме того, что Родина родила вас, дала вам образование, что вы дали, и что вы сделали для Родины, что вы, так сказать, требуете любви к Родине? Вам должно быть стыдно за то, что вы сейчас сказали, мы все должны, да, Родина болеет, Родина, как мать, тоже, так сказать, переживает какие-то стрессы болезни, но мы должны активно помогать своей Родине, и только патриоты, настоящие патриоты это понимают. Такой вопрос еще от нашей читательницы. Ваши песни вне моды и вне времени. Сейчас в большинстве своем создаются песни однодневки. Как вы думаете, почему так происходит? Ведь лирические темы, они тоже вне времени. Неужели у нас не осталось талантливых композиторов и поэтов-песенников? Опять же нет. Опять вы мне сейчас скажете, что я старый оптимист. Но я могу вам сказать, я застал эпоху ренессанса песенного. Потому что когда я начал работать, песни с детства, вот вам будет странно, но я отсюда из Донецка улетал в Москву дважды в 46-м и 48-м годах выступал перед Сталиным. Из Донецка выступали. Пел песни блантеров. Потом и стал работать с блантером уже профессионально. Работали соловьем седой, Дунаевский, блантеров, Радкин, Калмановский, Френкель, Фельдсман и так далее. Которые работали с поэтами, с фантастическими. Из старшего поколения Долматовский, Ашанин, Матусовский, впоследствии знаменитые 60-ники Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Андрей Узисенский. Это золотая пара. Потому что песни были на стихи. А сейчас песня на слова. Сейчас вы услышите песню, музыка моя, слова. Спасибо, хоть не говоришь, стихи мои. Понимаете, откуда, вопрос задорок, откуда это бескусица и непрофессионализм, откуда они появились? От вас от меня. Раз мы, так сказать, не препятствуем этому, потому что мы запретили художественные советы, посчитав это цензурой, вот, так сказать, опять возвращаемся в коммунистическое прошлое. Цензур не цензуру, а художественный совет, который будет говорить Корзону вам, другому, что плохо в том, что я делаю, что хорошо. Были детские замечательные песни, на которых росли дети, Шаинского, Пахмутовой, Раймонда Пауза, были замечательные детские песни, и наши дети все пели песни. Даже и сейчас поют те песни в основном, не говоря уже о лирических песнях, которые пели, ну, появился потом стиль Бардовский, о чем мы знаем, но он был глубоко поэтичный, тот же Галич, тот же Булаток, Владимир Высоцкий, весь бродюр, это гиганты, но они же настоящие поэты, а вот эти ремесленники пишущие, самодеятельные, они перешли на рыночную экономику и заказывают себе песни. Когда я всем говорю, не мучайтесь, дуй, зайдите в библиотеку музыкальную, возьмите томик антологии советской песни, полистайте, с концертмейстерами все сами не играйте, и Вы услышите столько замечательных песен, замечательных мелодий и прочитаете столько стихов, сегодня их нет. Вы говорите, есть у нас талантливые? Есть. Можно их перечислять. У нас, скажем, я не буду трогать, так сказать, украинских авторов, но среди российских у нас есть там Дрогуш, Николаев, Матвей Матвей то есть те люди, Игорь Клопой, которые пишут для молодежи, напишут по заказу, они не пишут просто песни, раньше как писали, композиторы, поэты, написали песни и говорят, как ты думаешь, кто бы ее исполнил лучше всего? Или пишут конкретно, скажем, песню, Пономаренко написал, сказал, я хочу, чтобы ее пела Зыкина, предлагает спеть это Зыкиной и так далее. А сейчас просто приходят и говорят, сколько будет стоить, я хочу песню, не знаю, про цветы или еще про что-нибудь, сколько будет стоить это будет, столько-то, договорились, в домочеке сидит и пишет, придумывает песни, которые ему заказали, заказные эти песни. Конечно, это снижает качество, это ремесленничество. И поэтому поэт, как можно сегодня, есть замечательная такая женщина, писательница, Киреева, Алла Борисовна, это вдова Роберта Рождественского. Она, она вместе с ними закончила, это был один выпуск, знаменитый, Бог послал на ту великую страну и на последующие годы. Это был один выпуск, Вознесенский, Екатушенко, Рождественский, Махмадулина. Один выпуск был. И она писала, критиковала стихи, песен. Вот на одних стихах мы с ней схлестнулись, Савва Борисовна, не Пугачева, а Кирееви. И по поводу такая была очень популярная песня, сейчас из Итки тоже можно услышать эти глаза напротив. И там она, и она писала с измущением, как можно писать так, воле моей супротив, эти глаза напротив. Если уж супротив, тогда напротив, а если супротив, тогда напротив. Она обсуждала эту тему. Я говорю, а как ты сейчас напишешь по поводу скажем такой песни? Это еще более ничего, юбочка из клюша, когда зараза не дала два раза. Как ты это прокомментируешь в эти стихи? на мою старик умоляю, только не нам грустно. К чему это говорит? Опять об обнищении духов. Вот я все эти 16 лет, которые работают уже в 5-й совзем в Государственной Думе, я работаю в Комитете по Культуре. Нас упрекают за безнравственность, за вот это такое низкое художественное творчество и так далее. А сделать с этим ничего нельзя, потому что основная пропаганда идет через каналы телевизионные, которые все акционированы. Хотя контрольный пакет остается как бы у государства, но они все коммерческие и они заинтересованы в рекламе, и у них появилось такое слово, за которое я бы просто привлекал уголовное ответственность. Не формат. Обращаешься и предлагаешь мероприятия в дни школьных каникул, мероприятия для детей, театрализованный спектакль о любви к родине и так далее. Нет, не формат. Потому что он не привлекает тех людей, которые дают рекламу и платят деньги. А им нужны деньги. В поисках этих денег они считают, что национальное искусство это не формат. Раньше проводили декады Украины, Тиргизии, Казахстана, Грузии и так далее. И которое было таким взаимообогащением культуры. сейчас это не проводится. Сейчас русское радио не передает русские песни. Поэтому и на вопрос, почему не звучит на русском радио Зыкино, не формат. Для России русское слово и русское песни не формат. Думаю подобное что-то происходит и в Украине тоже. Поэтому как с этим бороться? Бороться всем миром. Должно бороться молодое конечно поколение. Нам нужно организовать молодежь. вот у нас в России извините очень много молодежных организаций. Молодежь единороссов, молодежь справедливоросов, молодежь ЛДПР, молодежь ПРФ и так далее и так далее. А молодежь то одна. А мы ее растащили по коммунальным политическим квартирам. И поэтому у нее отсутствует и идеология и патриотизм. Для тех пор пока мы а это будущее страны американцы все что смогли сделали. Они добились того что у нас наркотики процветают что у нас алкоголизм процветает проституция и так далее. Все это процветают. Они все это добились. Мы сами себя съедаем и разрушаем. Но мы не боремся с этим. Почему деньги? Вот в 94-м году с Говорухиным мы отработали нет в каком 2002-м году мы издали такой закон государственной доме закон не о запрете а об ограничении сексуально-эротической продукции в средствах массовой информации. Он прошел все три чтения согласования с Советом Федерации ратификацию и получил вета президента Елисона. потому как же у телевизоров вы смотрите увидите что там показывают мы видим а вы не смотрите не смотрите ведь они определяют свой рейтинг по включенным кнопкам. Вот вы смотрите там Дом 2 или там еще какой-то гады смотрите ну и это повышает их рейтинг и туда дают рекламу рекламодатели платят деньги. Почему нет сегодня кассовых концертов? Почему Донецк несмотря на то что это не самый бедный город и Украина и Россия вообще на постсоветском пространстве? Почему так мало кассовых концертов? платить нечем потому что гонорары возросли невероятные потому что корпоративы развратили нас артисты потому что хочу 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 чтобы для меня пел сегодня мой день рождения сколько стоит сколько договорились пусть поедет весь он уже получает сегодня у вас кремер скромно 10 тысяч долларов то он Донецкую филармонию за тысячи долларов не поверит он лучше подождет еще чуть-чуть чтобы получить второй корпоратив заработать свои деньги а как будет собирать филармония Донецкая ей нужно содержать лекторийную группу филармоническую группу и так далее как они будут существовать за счет бюджета Министерства культуры Украины он настолько так же как и у России нищий что они не могут заплатить такие сумасшедшие деньги почему раньше ансамбль веревки коллектив краснознаменного ансамбля любого другого крупного хор Пятницкого Игоря Моисеева и так далее почему ансамбль Вирского хор веревки и так далее почему они могли гастролировать потому что они были на бюджете своей страны а сегодня средств нет для того чтобы 120 человек перевести из города в город устроить гостиницу накормить вот оплатить аренду зала реквизит и так далее нету средств а у кого нет средств тот не строй поэтому проблем очень много и все они упираются еще я уверен что что-то должно произойти такое и молодежь сегодняшняя молодежь может быть соберется я на эту тему говорил с нашим президентом правда он мне упрекнул и сказал что вы нас все время в комсомол тащите во-первых комсомол ничего плохого не сделал во-вторых не надо комсомол называйте комсомол на свете союз российской молодежи на свете просто союз молодежь как угодно создайте детскую организацию не хотите пионерскую создайте юных ленинцев не надо создать организацию орлена какую угодно придумайте дело же не в названии дело в сути чем они должны заниматься эти организации дети молодежь пока мы их не организуем пока мы они не поймут что мы живем в одной стране и у нас один народ и у нас будущего благополучного не будет мне уже сказали что у нас на исходе время последний вопрос хотя у нас еще очень много вопросов у вас скоро юбилей как собираетесь отмечать юбилей и будут ли концерты в Донецке обязательно я благодарю во-первых и книга выйдет и концерт будет в Донецке и я благодарю Рената Ахметова который спонсировал выпуск книги и своего молодого так сказать друга Щерба Мирослава который принимает и Олега Ведминя который принимает активную часть по итогу этого юбилейного концерта концерта в юбилейном туре у меня будет концерт в Москве в Санкт-Петербурге уже были во Франции Польше Германии будут в Краснодаре и в трех городах Украины Киев Донецк Днепропетровск это мои города родные обязательно будут поэтому это для меня год очень ответственный юбилей я постараюсь в всяком случае все сделать для того чтобы он состоялся потому что без кокетства перед журналистами могу сказать что я хочу достойно попрощаться с моими слушателями Они вас не отпустят? Ну Если можно еще два слова о книге как она будет называться и когда она выйдет а книга она никак не называется это просто юбилейная книга с рассказываниями выдающихся людей современности с фотографиями биографическими и так далее она не сюжетная она больше биографическая с детьми с внуками с родными близкими с друзьями поездки концерты Чернобыль Афганистан и все идет памятный когда мы сможем уже увидеть в конце этого месяца она уже выходит в всяком случае к моему юбилею к сентябрю она будет она будет и в России и в Украине перед Богом так что у меня есть чем отчитаться перед земляками спасибо вам большое и вам спасибо за приглашение здоровья вам крепкого успехов и приезжайте к нам почаще мы вас очень любим спасибо